Подобно мозаике, у меня начинает немного складываться картина этого многострадального мира, и сейчас я уже вплотную подобрался в своих изысканиях этого мира к такому существу, как Нагаш, или Нагаш, точнее, по-моему, кстати, вот если говорить о том, какое это имя, откуда оно произошло, ну, то есть в реальности, в нашей реальности с вами, то это имя, по-моему, армянское. Да, древнее такое имя, но, впрочем, если мы касаемся самого Вархаммера, то это совсем чуть-чуть другие вещи. Ну, окей, давайте сначала обратим внимание на нашу карту, посмотрим, какое у нас положение на ней, и будем немного говорить об этом самом великом, несомненно, некроманте, который хотел сделать мир лучше. Ну, с нашей точки зрения, я шучу, конечно же, вампиры тоже не думают, что он хотел сделать мир лучше, но давайте об этих своих взаимоотношениях поговорим потом. Давайте сейчас сосредоточим наше внимание как раз на основных вещах, и эти вещи отнюдь не сильно радостные. По какой причине, я думаю, понятно. Мы потеряли Жувбар, вы помните. У нас есть планы на Мартхейм, но они отличены ввиду того, что есть еще одно королевство, а вернее, княжество, и это княжество опасно для нас, а это именно Аверланд. И он способен, Аверланд, и он способен вполне себе нарушить все наши дальнейшие планы. По причине, мне кажется, понятное. По той причине, что стэков у них дофига, и они могут, могут, короче, совершить нечто такое, что нам не понравится. Впрочем, я даже сейчас, вот имея эти полтора стэка несчастных против Аверланда, я не знаю, как действовать. Согласитесь, что то количество, ну вот, видите, вот тут полтора стэка, там стэк, там, короче, еще внизу есть стэки. Ух ты, какие вещи, смотрите. Стирланд все-таки решил. Понятно. Ну, короче, сейчас, значит, нам надо будет драться с Стирландом. Добить его, то есть опустошить его силой, все-таки, наверное, захватить Вурдбат, дабы они нас не беспокоили, либо они собирают постоянно армии, собирают постоянно наемников, которые, кстати, из Талии происходят. Талия от слова Италия, вы помните? Ну, и тут по миру она, как бы, вроде бы не отображается, по-моему, да? Здесь есть приграничные земли, то есть вот эти горы, которые у нас были, была крепость крови, они как раз отделяют от Талии. Ну, вроде бы так. Италия здесь на карте не отображена. Как прочего, много чего другого. За вот это вот время, пока я изыскания проводил свои в мире Вархаммера, я понял, что там есть в равномерии как арабы, так и китайцы, но они не отображены снова же на этой карте. Есть множество других интересных новых вещей. Вот, кстати, мы двух торговцев можем еще нанять. Они нам понадобятся для того, чтобы бабло грести лопатами, безусловно. Есть также и множество континентов в этом мире. То есть, это вообще карта этого мира, она очень похожа на карту, ну, с такими извращениями, изменениями на реальную карту нашей земли. Однако, есть и некоторые такие вопросы, знаете ли, как вот сочетается Вархаммер 40 тысяч с Вархаммер Фэнтези, в который мы сейчас играем. То есть, Вархаммер 40 тысяч это в 41-м тысячелетии, ну, соответственно, они уже все в космосе, и там начинают творить свои дела, непотребства. Это чуть-чуть позже. А сейчас это как бы вот такое средневековье этого Вархаммеровского мира. Есть ли связь? То есть, из одной вселенной это происходит или нет? Многие утверждают, что да, но, к сожалению, есть множество фактов, которые свидетельствуют, что отнюдь нет. Я смотрю, как чувствуют себя королевства, я смотрю, как чувствуют себя гномы, они загибаются, но все-таки их загибание это равно нашему рассвету, вернее, даже не равно, а превосходит значительно все еще наш рассвет. Поэтому как-то расслабляться и опускать, вернее, поднимать наоборот. Да, опускать руки, отдыхать, ждать пока само все произойдет не получится. Поэтому мы атакуем Аверланд и атакуем двумя стэками, силами. Сейчас произойдет серьезное столкновение, ведь здесь у Стирланд, вернее, атакуем не Аверланд, а Стирланд. И здесь у Стирланда преимущество. И, увы, жаль, я вижу, там гномы тоже выступают таким объединенным фронтом против нас. Плохое знамение, которое свидетельствует о том, что не так уж все в нашем королевстве легко. Еще плюс красные пришли. Напомню, Ворденберген осадили эти твари. Но вы видите, что даже у наших могильных стражей с алибардами не настолько хорошие показатели, как есть у самых-самых слабых имперских полков. Окей, это их преимущество, а здесь жаловаться я не имею права. Но все же это как-то не сильно радует. Ну и вот не сильно радует то, что они мелочью какой-то осаждают наш город. Было бы неприятно, если бы Ворденберген захватили красные на халяву, реально. Ну, я по-другому не могу сказать. Короче, проблемы опять поднакопились. И, по сути, на начало этого цикла я имею для себя громадное количество таких нюансов, которые, ну, не то что даже сильно обрадуют меня, да вообще ничего хорошего не предвещают. К сожалению, и увы, я должен признать, что если так дальше будет продолжаться, то, блин, постепенно мои армии будут все больше и больше истощаться, если где-то произойдет серьезная проблема, ну, то есть где-то кто-то вторгнется несколькими стэками, у меня просто не будет потенциала его отбить. Ну, а здесь такие сюрпризы не в новинку. Отсюда стоит к ним готовиться. А как готовиться, я не знаю, у меня сейчас нет потенциала. Для необходимой подготовки к данному печальному событию. Ну, окей, мы будем делать то, что хотим делать, и, соответственно, то, что можем, вернее, делать. И, соответственно, будем укреплять наши силы, нанимаются новые и новые войска. По-другому я не вижу. Пока идет борьба, пока мы не можем, ну, абсолютно никак сосредоточиться на том, чтобы, может быть, как-то подправить нашу казну, сделать запасы на черный день. Мы будем бороться и дальше. Ну, что ж, битва. Большая битва. Сейчас посмотрим, как лучше. Ночное нападение или нет. У врага есть... Есть кавалерия, это пистольеры ненавистные, избавители Хиллхантена. Что это за твари такие? Навык 4 у них. Какая-то... Какой-то обезьянный цирк, реально. Но этот обезьянный цирк, наверняка, опасен. Причем весьма. Пистольеры. Причем золотые, обратите внимание. Золотыми лычками рыцарей Золотого Льва. Ох уж эти ребята. Каковы же у вас классные показатели. Но то все фигня. Будем бороться и я думаю, что мы победим и священники Сигмара. Ладно, окей. Будем сражаться. Сражаться, сражаться. Ночью. Давайте ночью, почему бы и нет. Укрепляем наши усилия. Там получаем же дополнительные бонусы. Постарайся понять, что для зеленокожих день, начавшийся с убийства кого-нибудь голыми руками, а закончившийся тем, что те же самые руки ему отрубили в битве, это хороший день, неизвестный гном. Да уж, зеленокожих нужно понять. Это вообще беспорядочные парни. Они там буквально на поле битвы могут завязаться друг против друга и косить друг друга, выяснять отношения, в то время как противник наступает или даже убивает их союзников. Это для них без проблем. То есть, по сути, это такая, в какой-то мере, тупая толпа. Так, ждем. Ждем. Давайте чуть-чуть посветлее. Здесь нужна координация усилий общих. У нас есть плюс. Вы видите, у нас есть катапульты, которые будут с нашей стороны хорошо обрабатывать врага. Баллисты, вернее, да. И есть достаточно кавалерии, которые нужно, правда, оформить правильно. Ну, вот этих в один стэк. Блин, а здесь только одна, всего лишь один отряд. Нет, давайте-ка их тогда расставим отдельно. Так будет логичнее. Ну и остальных. А, у нас еще есть и легкая кавалерия. Но эти будут лишь как поддержкой служить на будущее. Причем их два отряда, да. Ну, с остальными вроде бы все понятно. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Во славу Нага... Хотя, нет, я не могу сказать. Честно, я не могу сказать, что во славу Нагаша... Нагаш, Нагаш, вы уж простите меня за ударение, за мое. Но я буду так, как мне может привычный Нагаш там говорить. И вот этот вот Нагаш с моим фирменным ударением, может быть, которое неправильно вы меня там поправите, несомненно, в комментариях. В этом я не сомневаюсь. Ай, опять Лиса и опять нету контратак. Он для нас отнюдь не является как бы оплотом всего. Его можно в какой-то мере сравнить с темным властелином из властелина колец. Ну, и, соответственно, из мира Орды. Но, тем не менее, я им не буду так восхищаться, как в прохождении за мордор темным властелином. Понятно, по какой причине. По той причине, что его планы, планы Нагаша, несколько противоречат планам вампиров. Графов вампирских. Вы узнаете, почему так произошло. То есть, несмотря на то, что мы пользуемся благами этого, несомненно, величайшего некроманта, по сути, все вот эти мертвые, которые состоят в нашей армии, они благодаря ему привлечены Нагашу. То есть, он вообще создал такое понятие, как некромантия. Впрочем, мы с вами начнем последовательно. Окей, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Мы ждем, когда идет подкрепление. Я совсем не против этих вещей. Эу-эу-эу, ты куда так спешишь, друг? Так, защитную позицию я же тебе обозначил. Я надеюсь, ты не начнешь нападать, пока в этом нет необходимости. Расслабься, дружище. Давайте и мы подойдем, и таким объединенным фронтом нанесем по ним удар. Сюда кавалерию, сюда наши войска. Как-то быстро, слишком быстро приближается подкрепление. Только бы не попали они. Так, я надеюсь, вы не попадаете под обстрел? Нет, попадают под обстрел. Не-не-не-не, уходи, блин. Давай отсюда, вали туда. Нечего здесь постоять под их стрелами. Я надеюсь, тебя тем более не убьют. Какая глупость получилась, да? Все-таки часть скосили. Наших доблестных ребяток. Ага, пошли армии врага. То есть, битва сейчас завяжется. Ладно, хорошо, но мне главное использовать мои орудия, для того, чтобы они посеяли панику хоть какую-то. Ну, а потом мы уже применим наши основные силы. Так, все, пошло дело, пошел обстрел. Армию союзника надо выстроить так, чтобы она тоже пассивно обстреливала пока что. Ну, а потом подключилась как раз тогда, когда нужно. Ну, и давайте легкой кавалерии нейтрализуем пистольеров. Эти ребята все же опасные и способны нам выдать немало занос. Так, ну что, кто там кидает, кто там стреляет вообще? А где наш Некрарх? Блин, а мы Некрарха лишились. Ё-моё, я только заметил, что у нас Некрарха. Как так вышло? То есть, мы теперь без Некрарха воюем? Ладно, ну что ж поделаешь. Я и забыл, что мы Некрарха лишились совсем. Извини меня, дружище, но мы будем помнить о тебе вечно. Так, идет дело. Значит, наша кавалерия еле-еле подошла. Заняла этих полудурков. А теперь... А, сволочи, смотрите, убегают. Правильно действуют. А вот мы, пожалуй, неправильно подействовали. Надо было их подольше обстреливать. А сейчас мы даже спровоцируем их атаку. Что наверняка менее эффективно, чем если бы мы стояли обеими стэками и обстреливали их спокойно с расстояния. Безчестный трус. Он бросил свою армию и... Красавцы! Погнали вражеского полководца. Да вы чё, издеваетесь? С самого начала. Хе, какой расклад получился-то, а? Да, Стирланд, ощущаешь ты уже нашу жесткую хватку. Наши клыки холодные на своей шее. Да, мы из тебя всё выдаем. Всё, погиб вражеский полководец. И теперь наша задача только максимально жёстко разогнать все эти... Перетрубации. Имперские. Может, есть среди вас, безусловно, фанаты Империи, которые вот из Варха 40-тысячного ещё переносят всю эту многострадательскую судьбу Империи. Но, честно вам скажу, вот в Вархе 40-тысяч вообще там все с ума сошли. В принципе, там вообще шизанутые все фракции. Поэтому я их вообще не воспринимаю. Ну, то есть, с точки зрения вампира, безусловно. И тем более здесь, когда Имперцы, вот эти вот, которые насыщенные, вы ещё и узнаете много чего нового об Империи, интересного об Империи. Ещё и сравните, что лучше. Хладная мораль бездушная мёртвых или Имперские вот эти вот заискивания живых. Всё, узнайте. Ну что, моя задача теперь очевидна. Как можно больше нейтрализовать и как можно быстрее разбить врага. Потому что мы начинаем уже терять даже наши союзнические силы. Я вот, правда, ага, они дальше чуть выстрелили. Они как-то так по-дебильному выстрелились. Смотрите, даже отошли назад. Но я тоже отхожу назад. Я должен растянуть линию фронта врага. Ой, а у меня тут стоят все бездельно. Зачем так делать? Давайте нападайте. Давайте, давайте их. Священников этих Сигмара. Заметьте, насколько они хитро действуют. Они посылают те отряды, которые 100% не побегут. То есть, священники Сигмара, вы помните, они стоят до последнего. И поэтому, ну, можно сделать такой логичный вывод, что они будут лучше всего держать наши войска. Тот же самый вывод сделал и противник. Ну, то есть, искусственный интеллект, который сейчас на поле боя против меня. И он этот вывод не только сделал, а и превратил в реальность, которая меня не сильно устраивает. Красавцы, удар. Да, чарджик хорошо сработал. Отлично вообще сработал чардж, без вопросов. Съели. И больших мечей мы всех съели. Так, тут скелетики дерутся. Окей, значит, 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 надо вернуться и зайти к ним с тыла. Кавалерию мы теряем потихонечку, безусловно. Ну, куда уж деться. Потеряли такую неплохую часть. Но все же сейчас очевидно уже, что мы победили. 100%. Это без каких-либо отклонений. И очередной стэк стирланда разбит. Следующий этап, безусловно, пресечь, возможно, гномов и там с Аверландом. Не знаю, даже посмотрим. Может быть, добить уже стирланд, чтобы мы с ним не беспокоились. Так, надо проследить только, как наша артиллерия работает. Ни в коем случае не попадайся на штуки этих ребят. Назад, назад, назад. Это был мой граф. Между прочим, он там отдельно. У него был риск, что он поляжет на поле боя. Еще не хватало. Это было бы крахом всех надежд вообще. Это было бы последней нашей дракой. На которой бы можно было поставить крест, несомненный. Так, ну-ну-ну-ну, назад, назад, назад. Отступаем, отступаем. Вы без чарджа не должны сражаться с этими жесткими ребятами. И вы тоже, кстати. Нечего тратить зря ресурсы. Ой, это наш союзник, командир, нападает. Значит, надо его поддержать. Ведь вы понимаете, какая фишка. Если он не в четверо нападает, и здесь... О, красавцы. Да, сняли сразу же. Ну, 10, правда, человек сняли. Это не сильно хороший расклад. Так, назад, назад, назад. Хорошо, это все хорошо. Блин, ну и опять же, вот этот вот четвером полководец нашего союзнического войска нападает. Ну, ты, дружище, ну как-то подумай. Перед тем, как это делать. Хорошо, алебарды наши уже пошли в ход. Ну, впрочем, все. Здесь битва решена. Осталось только добить. Жалко, я не всех догнал, которые убегали. Ничего, у меня не было возможности на это обратить внимание. Первоначально. Даже вышло... Ага, вот, надо посылать войска в атаку. Они не задействованы, пассивно здесь стоят. Зачем? Зачем? Если можно воевать. Давайте же, давайте. Убивайте быстрее. Остатки этого никчемного стирландского воинства. Ох, что я хочу сказать. По сравнению с вот этими битвами, те события древних времен, когда существовало еще Великое Царство, когда можно сравнить... Вообще, вот, Нагаш, он существовал, родился, вернее, за 2000 лет до Сигмара. Сигмар, это был очень известный такой основатель империи. То есть, там фактически отчет имперского времени, первый год, то есть, с имперского времени, начался как раз с битвы, с величайшей битвы Сигмара с Нагашем, с его армией. Ну, исход я пока что вам не предрекаю, но, тем не менее. То есть, это вообще произошло около 4,5 тысяч лет до тех событий, которые вроде бы сейчас у нас. Я, правда, не берусь утверждать с точностью до столетия, какая сейчас у нас эпоха происходит и как вот тут все предусмотрено, но, тем не менее, где-то так. Мне так кажется, насколько я понимаю. То, что вам нужно знать, так это, в первую очередь, что у Нагаши было 2000 лет в запасе, чтобы подготовиться к своей битве с Сигмаром. Впрочем, он об этом еще не помышлял. Он родился в самом большом городе, Великой реки. Этот город назывался Хемри. Вообще, всю эту землю можно сравнить с Египтом. Параллель такая четко прослеживается. То есть, и, соответственно, все эти культы, то есть, культы царей, но, правда, с Египтом раздробленности времен, ну, не феодальной раздробленности, а времен раздробленности. Хотя сравнение уместное. Те же самые, то же самое население, те же самые рабы, те же самые, там, может быть, варвары окружающие, там, какие-то гиксосы. То есть, вот те такие далекие-далекие древние времена. Тут можно приплести, безусловно, и Ассирию, и Вавилон, ну, и многие другие восточные царства. Но давайте мы ограничимся этими параллелями. То есть, вы приблизительно должны понимать, что это, как это, и с чем это все параллели. Ну, вот родился Нагаши, родился, и хорошо. Кем он родился? Он вообще был выдающимся человеком. То есть, он довольно-таки сильным воином был. И даже магом. Хотя, есть одно отличие. Население, то, которое жило, те царства, города, которые существовали возле Великой реки, магия была довольно-таки слабой по сравнению со всеми другими людьми этого мира. То есть, примитивная магия вообще на самом нижней ступени. Ну, если так сказать. То есть, как таковых, сильных магов не было. Но, одно преимущество у Нагаша было. Он, как бы это сказать. Ого, да сколько же можно его убивать? Ну, да, ой, есть, готово. Уничтожили. Все, наконец-то. Красавчики, молодцы. Еще и с такими нормальными раскладами победили. Наши наковальни всегда звенят, а золото блестит. Старая гнемья поговорка. Мы уже эту поговорку зачитывали, я помню. Видите, вот эти вот фигуры на картине. Большие-большие такие дядьки какие-то. Это, по-моему, огры-великаны. Серьезные такие ребята. Видите, может, у одного на пузе щит. То есть, пузо вообще считается, у огров, самым таким важным местом. Между прочим, я зря пропустил рассказы о расах. То есть, надо было еще подробнее их особенности осветить. Потому что то, что мы говорили о Средиземье когда-то, и то, что мы говорили вообще об истории возникновения всех этих фэнтезийных моментов, это еще ничего не решает. Тут особенности очень важные у многих рас, в том числе и если у орков полная безалаберность. И в отличие от орков третьей эпохи, они, кстати, не такие темные, черные, забитые. То есть, они довольно-таки даже и добрые. Простодушные, по крайней мере, обезбашенные по сравнению с этими орками. То есть, они не стоят четко на стороне зла. Ибо зло здесь в мире Вархаммера, понятие такое, это может быть вообще по идее четкое заключенное зло. Это хаос. Это хаоситы, безусловно. Однако, тех же самых некромантов и нагаша можно посчитать конкретным злом, которое в одно время даже было опаснее хаоса. Но, впрочем, это чуть-чуть другой момент. И поэтому мы сейчас касаемся раз уж нагаша, то будем говорить о нем. О нем, как о зле, которое угрожало в свое время всему миру. По крайней мере, всему континенту. Вселенной фэнтезийной Вархаммера. Так, ну что, надо переформатировать войска. Блин. Вардерберген надо отбить. Но отбивать мы его будем, пожалуй, только кавалерией. Это бандитный отряд, ерунда. Ну, все равно надо на его освобождение послать кого-то. Так, ну ладно, подойдем поближе. Ну, посмотрим. Да, мы достаем. Значит, у нас так получается. Так, раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Достаточно. Вполне.